Ответом Запада на аннексию стали санкции. Соединенные Штаты и Евросоюз ввели их в отношение представителей власти и бизнеса России, причастных к захвату Крыма. Это и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, и глава железных дорог Владимир Якунин. Всего порядка 20 человек. Им запрещен въезд в Соединенные Штаты и в Евросоюз. Будут арестованы их активы, если их найдут. Америка призывает фондовых вкладчиков уводить активы из России. Системы Visa и MasterCard прекращают сотрудничество с банками Россия и СМП. Первые обслуживают крупные промышленные отрасли страны. Акционеры обоих банков, бизнесмен Юрий Ковальчук и братья Ротенберге, тоже в черном списке. Российские чиновники от заокеанских вкладов пока открещиваются. Ну а сам факт санкций пытаются высмеять. Когда моя жена узнала, что теперь в отпуск мы не сможем поехать в Европу, она сказала, мы поедем с тобой в Россию, я с тобой, и у нас такая прекрасная страна. Давай мы с тобой будем путешествовать по России. Что мы будем делать? Поэтому с точки зрения того, что меня наказали, нет, не наказали, я наоборот горжусь, что там заметили то, что я делаю. А я делаю для России, для Крыма и буду делать все, что необходимо. Россия изобретает и симметричный ответ, лишает права въезда и хранения сбережений девяти американских чиновников. Ну, те реагируют тоже симметрично и тоже высмеиванием. Мы гордимся, что в этом списке. Я вот лично немного взволнована тем, что не смогу поехать в отпуск в Россию. Ну что ж, придется с этим немного подождать. Продолжение следует...